Варька у нас такая капризная девочка бывает иногда. Ну там вообще, а Костик спокойный, он веселый, он никогда у нас практически не плачет. Анастасия Дудель знакомит новую няню с малышами. Две недели назад девушке пришлось распрощаться с предыдущей. Социальный работник больше полугода ухаживала за двойняшками. Помощницей молодая мама была довольна, пока в марте не обнаружила исчезновение денег из семейного тайника. Мы подумали, что может мы ошиблись где-то. И вот мы так сами себя перепроверяли раза три. Какие суммы пропадали? Тысяча долларов, потом двести. То есть сразу с крупной суммы началось? Ну это могло быть каждый день, понимаете. То есть могло быть каждый день по двадцать, по пятьдесят. Ну а так как мы проверяли же не каждый день. Анастасия призналась, в доме посторонних не бывает. Из гостей только родители и няня. Последнюю решили проверить. Установили в доме скрытую видеокамеру. Кадры подтвердили подозрения молодых родителей. Социальный работник, который осуществляет уход и воспитание ее малолетнего ребенка, достала из шкафа, где хранятся денежные средства, и похитила оттуда 250 долларов США. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана. Новость о задержании шокировала нанимателей. В территориальном центре соцобслуживания населения признались. За все время предоставление подобных услуг – это первый случай. В порядочности женщины они были уверены. Няня ежемесячно в среднем получала 350 рублей и обслуживала сразу две семьи. По милиции нарушений никаких не было, никакой уголовной ответственности, административных нарушений тоже не было. Поэтому мы взяли ее на работу. То есть никаких замечаний у нас к ней, претензий у нас к ней не было. По поводу работы тоже ничего не могу сказать плохого. Ответственная, добросовестная, исполнительная. Проводилась проверка специалистам по социальной работе работы няни. Мама была довольна. Замечаний никаких не высказывалось. То есть все было в порядке. Без доказательной базы уволить няню в соццентре не могут. У другой семьи к подозреваемой претензий никаких. Пока делом занимаются оперативники. И ведется проверка. Новая помощница Анастасии, Надежда Моисеева, в курсе всех подробностей этой истории. Женщина намерена вернуть доверие к социальному работнику. И обещает добросовестно и честно выполнять свои обязанности. Какие бы проверки, может быть, или не проверки. Или просто я все оправдаю любые действия, потому что это правда. Это очень такой неприятный поступок совершили предыдущие няни. И поэтому надо теперь как-то исправлять это все. На всякий случай молодые родители теперь в квартире не хранят свои сбережения. И постоянно, как это и прописано в договоре, на оказание услуг находятся с няней. Очень обидно то, что мы не из богатой семьи и не избалованы. То есть эти деньги достаются нам, не с неба сыпятся. И очень обидно. Даже до последнего мы не верили, что это может быть она. Ну вот пока я своими глазами не увидела это. Вернут ли Анастасии всю пропавшую сумму, пока неизвестно. Подозреваемая призналась лишь в последнем факте. Сегодня ей в худшем случае грозит до трех лет за решеткой. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!